приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами будем делать гортензию мы ее будем делать с вами наподобие как мы с вами делали сирень и для этой гортензии мы с вами возьмем ленту атласную широкую двух оттенков розового цвета в данном случае гортензия бывает разных цветов можно взять голубой фиолетовый какой угодно я взяла два розовых оттенка 5 сантиметровую шириной также возьмем зеленую ленту широкую для листьев и узкую для стебля понадобятся еще мы с вами возьмем иголку в цвет ленты иголку иголку и нитку цвет ленты возьмем с вами для канзаж есть такие специальные щипчики если нет у вас таких щипчиков можете взять обычные такие щипчик и возьмем ножницы линейка нам понадобится в принципе линейку можно не брать мы с циклевой пистолет если у вас его нет то можете пришивать то здесь не не принципиально зажигалку своим возьмем иголку для вышивки лентами возьмем с вами нам тоже пригодится и тогда мы с вами приступаем сначала нас вами надо будет наделать много много цветочков из широкой ленты возьмем и любой цвет и в принципе можете линейка можете как я обычно делаю вот вот так наискосок загибая получается у нас с вами квадрат то есть вот этой вот линии мы с вами отрезаем то есть получили мы с вами квадрат делайте сразу много-много таких заготовочек и нам надо будет наши заготовочки скруглить края то есть можете вот таким вот образом скруглить либо сложить их все вместе и закруглить все все когда они все вместе у вас обязательно зажигалкой мы с вами края обрабатываем чтобы они у нас с вами не посыпались не дай бог обрабатываем края чтобы у нас получился с вами такой практически кружок вот мы получили с вами вот таких много заготовок то есть я сразу делаю много-много всяких вот у меня они тут ведь они даже бывают не совсем у меня круглые такие вот такого плана дальше мы берем с вами иголку с ниткой и делаем вот так вот складываем пополам еще раз пополам и вот в этих местах мы с вами сделаем вот как бы пальцами помнём чтобы мы с вами увидели вот эти вот с вами отметочки да для картензи совсем забыла нам понадобится с вами белый бисер что-то я про него забыла так и мы с вами собираем нашу как наш цветочек мы с вами собираем в принципе можно и без серединки там у гортензии надо нам лучше сделать серединку и вот мы с вами собрали посмотрите чтобы иголка вас ушла наизнанку чтобы вам было проще когда вы будете вот так вот стягивать то есть вы стянули сейчас нужно поправить наши все получилось у нас 4 лепестка у нашего цветочка я обычно так вот обкручиваю чтобы они нас крепко держались и в этом месте прошиваю и надо будет середине нам с вами пришить белую бисеринку бисер можно взять обычный я использую обычный китайский для серединок бисер не обязательно использовать этот дорогой который японский вот можно взять который дешевый в принципе нам здесь если он будет немножко отличаться по толщине друг от друга нам как бы это в цветах не будет заметно вот мы с вами так пришиваем цветочек наш серединку нашего цветочка поправлять еще раз все наши лепесточки и делайте так вот много-много цветочка в зависимости от того сколько вы хотите и какой пышноты вы хотите свой цветок я обычно когда делаю я прикладываю цветочки смотрю хватает мне если не хватает и тогда добавляю еще теперь смотрите вот этот хвостик большой нам надо с вами отрезать отрезать и обязательно его конечно же про про клеить аккуратно пальцы берегите не обожгитесь теперь мы нам с вами возьмем клеевой пистолет вот мы делаем с вами таких много много цветочков вот я надела здесь многих разных цветочков я правда немножко уже полежали подмялись поэтому не обращайте внимание они немножко такие вот мы делаем с вами цветочки давайте сначала мы с вами сделаем стебелек нашего цветка смотрите стебелек вы можете воспользоваться иголкой для вышивки лентами и прошить его то есть вы берете иголку для вышивки лентами и как обычно мы делаем с вами стебли для наших цветов вы его прошиваете показывать для тех кто не знает как закрепить узкую ленту в иголке вы вставляете в иголку потом в краешек сантиметра полтора-два отступаете и продеваете рассчитайте сколько примерно вам надо длину стебля и на сантиметров 5-10 побольше и мы с вами здесь просто вставим я нас здесь наверно будет ускакал так поскольку я вышиваю на льне то я могу сразу закрепить нашу ленту то есть обычно припаиваю к работе то есть мы с вами зажигалкой обрабатываем и припаиваем к работе если вы вышиваете на какой-то другой ткани то хвостик соответственно вы пришейте и мы с вами берем закручиваем наш нашу ленту в трубочку в такую и на нужной вам длине где вы считаете что сток у вас должен закончиться вы втыкаете в ленту и выводите наизнанку дополнительный стебель можно пришить чтобы он у вас не болтыхался и здесь мы с вами отрезаем и также хвост нам надо с перепаять приклеить как бы иголку мы с вами убираем принципе она больше не понадобится можете стебель этот также приклеить то есть вы этот хвостик или вы пистолетом приклеиваете также прокручиваете здесь вы его приклеиваете снизу то есть если вы совсем не хотите чтобы у вас была изнанка и теперь мы приступаем к нашему цветочкам вы определитесь можете их сначала по прикладывать и посмотреть как они у вас будут располагаться можете выкладывать уже в процессе но как бы когда у нас купол получается он такой вот должен нас быть и такая вот форма то есть это вот так цвета в перемешку видите когда у нас цвета как бы так сочетаем и получается блики и вот мы смотрим хватает у нас с вами цветов или не хватает но в принципе наверное да будет достаточно если нет мы с вами я тогда еще сюда делаю то есть получится вот такой вот у нас с вами цветок пока мне пистолет разогревается я покажу как сделать листья смотрите я взяла гортензии листья такие достаточно крупные большие вы можете сделать его из просто 5 сантиметровые ленты то есть как мы обычно с вами делаем листья можно сделать их широкими то есть здесь тоже уже смотрите по вашему желанию можно сделать просто отрезайте ленту сколько вам необходимо вырезаете форму листа форму листа так зажигалка мы теперь с вами оплавим наши с вами края и я обычно вот так у дела чтобы лист был более такой как бы как сказать как как живой чтобы он был такой более похож вот так просто прогреваете и вот так вот пальцем заминаете получается с вами лист потом мы с вами сделаем среднюю жилку ему мы также с вами прогреваем зажигалкой и пальцами проминаем вот так и сделаем с вами ему диагонально вот эти жилки сделаем штуках листу на злины давайте сделаем штуки 45 после того как вы сделали жилки с одной стороны мы также симметрично делаем наши жилки с другой стороны то есть также по диагонали вы загибаете прогреваете и пальчиками придавливаете все то же самое и сейчас покажу вам второй лист как вот сделан у меня он сделал немножко по-другому принцип такой же просто я его увеличила можно конечно воспользоваться если у вас есть широкая лента бывает лента шире чем пять сантиметров семь с половиной десять сантиметров бывает не можно его как бы взять широкую ленту но у меня просто не было и я тогда воспользовалась таким способом я взяла ленту атласный видите он у меня получился больше чем этот лист если вы хотите все-таки гортензии большие лепестки сделать ей листы сделать и большой лист мы с вами берем ленту складываем пополам определитесь какая какая длина будет вашего листа отрезаете потом вам необходимо будет срезать вот эту вот часть здесь видите нас как бы край идет ленты я его обычно срезаю потому что он очень толстый дальше нам понадобится с вами щипчики но я это делаю руками но вы чтобы руки свои не повредили берите щипчиками я прогреваю место вот это вот и и спаевым нам нужно спаять лист между собой то есть вы воспользуете щипчиками у меня вы прогреваете и склеивайте то есть проверьте склеился ли у вас лист видите у меня склеился и дальше мы с вами придаем нужную вам форму то есть по длине по шее по ширине то есть как вы хотите ну что вот он вас то есть нас получается с вами лист можно еще шире сделать прям на целый низ наверно надо немножко и дальше принцип точно такой же мы с вами прогреваем вот эти вот края делаем такие вот как за не залома наверное изгибы вот чтобы лист у нас с вами получился такой более натуральный не бойтесь вы не порвете его просто вот берете пальцами раз и как бы вот создается у нас с вами такой эффект натурального листа и также мы сделаем ему прожилки диагональные так же прогреваем и так же с вами делаем то есть получается у нас с вами лист более широкий то есть такой способ подойдет когда вам нужны широкие листы а у вас допустим нету в наличии широкой ленты вы можете также сделать из двух 5 сантиметровой который два с половиной сантиметра если вдруг у вас нет широкой ленты 5-ти сантиметровой вам нужен большой широкий лист и вот мы с вами сделаем такие листы и пока мы их отложим с вами сторону перейдем с вами к непосредству нашему цветку то есть вот так вот вот и мы получили с вами вот такой большой лист видите очень быстро можете размер регулировать этот у меня чуть поменьше этот у нас с вами получился совсем маленький и листы мы убираем с вами сторону берем кривой пистолет и будем с вами творить наш цветок берем мы с вами кривой пистолет и если допустим и не хотите пользоваться кривым пистолетом то вы можете в принципе пришить наши и наши цветки здесь как бы не принципиально то есть проще их приклеить и так мы с вами видим как удобно сидишь и как собираешь вот мы с вами так сирень собирали очень удобно очень красиво то есть можете для себя сделать нарисовать круг но не круг он такой получается как шапочка можете так просто вот как в голове у вас рисуется цветочки как бы располагайте близко картинзио достаточно пышный цветок то есть мы просто с вами берем и приклеим вся сложность том что да нужно наделать очень много вот таких вот цветочков а потом уже собирать прям вот одно сплошное удовольствие особенно если на клеевой пистолет вообще красота можно сделать попышней меня сколько хватит цветочков столько я и сделаю они просто еще немножко полежали поэтому слегка примялись у вас то конечно такого не случится не осталось тут немножечко сейчас я их доделаю наверное я еще все таки сделаю немножко цветочков да хочется попышней и вот мы сделали с вами букет бутон нашего цветка и теперь мы с вами приделаем листья смотрите как раз можно у нас с вами есть побольше листья есть поменьше мы с вами их как-нибудь вот так вот вот сейчас их можно приклеить их можно пришить то есть здесь как вам хочется хотите пришивайте хотите приклеивайте большие листья обязательно пришить приклеить или пришить в нескольких местах чтобы они у нас с вами не болтыхались и и вот в принципе очень просто мы с вами сделали очень красивый цветок его осталось только сделать в рамочку и у нас с вами получится вот такая вот замечательная гортензия и если вы впервые на канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы буду рада вас видеть в следующих своих видео подписывайтесь на меня вконтакте и всем удачи всем пока